Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Погнали, в общем-то, смотреть, что у нас происходит на нашей ферме. Начнем с седьмого поля. Здесь у нас растет хмель. Ну и, соответственно, его сейчас ездит комбайн и убирает. Вот такая вот высокая хреновина, в которой можно реально заблудиться к херам. Вот это вот, кстати, вот сколько убрано, это один прицеп. Два круга получается или три здесь. Нет, здесь уже три круга получается. Короче, хмеля намного больше, чем лаванды получается, но не так много, как сечки. Если бы мы насечку все это дело убирали, то это было бы просто от ас. Это было бы очень до хрена. Раньше, кстати, можно было хмель убирать насечку и обычным комбайном убирать его как зерну, культуру. Сейчас это так не работает. Сейчас у нас силосный комбайн, который убирает это все дело как зерно. Не знаю, каким образом это работает, но, в общем-то, работает это именно так. Вот, да, два с половиной круга проехал сейчас наш Биг Эр. По 9 метров он убирает. С ним работает вместе в паре Вальтра. Она поехала, в общем-то, все это дело сейчас разгружать. Далее, друзья, наше большое поле новое, которое 31-м я буду обзывать. 31-е, 32-е, 33-е. Я его, в общем-то, объединил еще раз, как ни странно. В общем-то, все здесь проделал, удобрил, известь. Короче, все было вообще путем. И засеял я это дело овсом. Дело в том, что овса у нас около 30 кубов на складе лежит. Он у нас используется только для лошадок, но когда они в следующий раз захотят жрать, им этих 30 кубов будет мало. Поэтому, в общем-то, им теперь до конца жизни здесь этого овса, наверное, хватит. С этого гигантского поля. Оно может быть не то, чтобы прям совсем гигантское, но оно реально здоровое. Соответственно, здесь у нас работает наш Лексиончик. И в пару к нему я поставил Сканию. Да, я не собирался ставить грузовики на поля, но у нас нехватка тракторов. В следующий раз придется что-то покупать. Я и комбайн новый, наверное, хочу купить. Но, в общем-то, пришлось вставить Сканию. Ну и, соответственно, ездит у нас еще, собирает соломку наша GCB, которая, типа, быстро катается. Но, мне кажется, это у меня на всю ночь. Вон она по полю едет. Солома тут тоже будет охренеть сколько. Поэтому, вот, в общем-то, тут работа идет. Ну и есть, друзья, у нас еще лужайка. Лужайку мы сейчас косим и опять-таки тюкуем. И опять мы будем продавать эти сраные тюки. Точнее, вон ездит Джоник и уже их продает. У него хорошо получается. Кстати, курс плей забаговался, скорее всего, из-за него в прошлый раз. Я обновил курс плейщик. Поэтому, вроде как, надеюсь я, что все будет замечательно работать. А если не будет, то я тогда не знаю, что я буду делать. В общем-то, у нас 7 единиц техники сейчас заряжены в работу. Они работают на полях. И мы, пожалуй, не будем им мешать. По заводам мы прыгать тоже не будем. Единственное, заглянем на производство лавандового масла. Он уже, кстати, почти забился. 4 дня потребовалось. И по ресурсам 20% ресурсов всего было потрачено за 4 дня работы завода. Мне нравится, кстати, такой расход. И тут уже 190 кубов этого самого лавандового масла. Его, кстати, можно продать будет. Наверное, в конце серии мы это и сделаем. Почему бы и нет? Заработаем Баблинского. Хотя цена сейчас не самая прекрасная. Но вот и П. Соболев более... А, транспортная компания. 9500. Вообще шикарно. Но туда возить, скажем так, не самым близко. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Что-то сотню поддонов отвезти далеко тоже такое себе удовольствие. Ну ладно, это все потом посмотрим. У нас сегодня другая цель. Мы сегодня будем развлекаться с другими вещами. Сегодня, друзья, мы с вами запустим первую стройку. Я на самом деле долго думал, что же нам запускать на строительство. В мыслях было запустить селихозхимию. Потому что там можно производить семена и удобрения. Но потом подумал, что в принципе, с учетом того, что у нас пассивная происходит всегда за кадром. Сильно мучиться мне с ней не хочется тратить просто время на это. То селихозхимия нам в принципе не очень нужна. Второй идеей у меня было запустить химпром. На химпроме тоже важный ресурс делается. Это мешки. Туда отводятся полимеры и, соответственно, из них делаются мешки, которые будут использоваться потом для упаковки сахара, от муки и так далее. Но потом еще подумав, я решил, что мы все-таки, друзья, сегодня построим пивзавод. На него, правда, еще не хватает немного денег. Самую малость. Но они скоро появятся. Поэтому давайте мы сейчас возьмем кредит. У нас сплошные минусы по балансу идут. Никакой прибыли. Короче, берем кредит и, соответственно, покупаем участок для пивзавода. Потом чеки будут продаваться потихоньку и вам не хватает денег. В смысле? А, я мало, да, насобирал. Во, пивзавод. Покупаем. Чеки будут продаваться и мы отобьем этот кредит сегодня моментом. Да и плюс еще собирались это самое эфирное масло продать. Если по 9 тысяч продавать, то там 1 800 000 уже насобиралось за 2 серии. Все-таки лавандовое масло это тема. Но больше хочется заняться именно пивзаводом по понятным причинам. Поэтому мы берем его. Кстати, тюки уже пошли продаваться. И все хорошо. Соответственно, его нужно построить. Его здесь нету. Зачем-то гаражи там стоят. Непонятно зачем. Соответственно, из чего это все дело будет строиться. Нам нужно привезти сюда кирпич, бетон и брус. Всего этого до хрена. По сравнению с прошлой версией карты, количество ресурсов для стройки реально увеличилось просто капец во сколько. И, в принципе, это неплохо, если... Ну, я так считаю. Хотя, с учетом того, что у нас прицеп для поддонов вмещает в себя всего 20 поддонов, то кирпича сюда надо будет 12 раз съездить, привезти. И брус, соответственно, 12. Для бруса я еще собирался, короче, другой прицепчик взять. Ну, ладно, с этим мы сейчас разберемся. Еще сюда надо 480 кубов бетона. Кирпичи и бетон у нас производятся на ЖБИ. И вроде как здесь все хорошо с этим делом. Да, было все хорошо. Да, бетон заполнен. На 3 стройки нам хватит бетона. Биогаз закончился. И вода закончилась. Видимо, на кирпичи много ушло. Да, сколько у нас кирпичей, расскажите мне еще. Кирпичей у нас на 5 стройк хватит. Это замечательно. Надо будет потом еще сюда отвезти воду и биогаз. Но это я уже потом этим займусь. Это не такая большая проблема на самом деле. Есть у нас вот такой замечательный ман, который живет здесь. И сейчас мы его зарядим. Возить бетон. Потому что вручную его возить 480 кубов. Но вы понимаете, я ж не буду. Я, конечно, псих, но не настолько. Да, с тормозами у него явные проблемы. Ну и ладно. Соответственно, загружаем сюда бетон. По-моему, 20 кубов сюда влазит. И, соответственно, начинаем запись маршрута. Да, 20 кубов сюда влезет. Нормально. Ну и что, записываем тогда маршрутик на пивзавод. На стройку пивзавода. Твою мать, я сразу куда-то не туда завернул. Заново. Да, я лошара. Иногда бывают такие заскоки у меня. Отлично. Здесь он все прекрасно видит. Я имею ввиду триггер. И погнали. Надо слева ехать. И вот здесь мы этот самый маршрут прерываем. Я его сохранять не буду. Выполнить количество рейсов нам не надо. Потому что их всего должно быть еще 23 штуки. Если я правильно считать умею. Давайте-ка отгоним его назад. И попробуем его запустить. Я надеюсь, он будет работать. Куда-то он не туда поехал. Но мы не будем его трогать. Давай, дружище. Удиви меня. Что все работает. Что все прекрасно. Транспортировка закончена. Да ну нафиг. В смысле транспортировка закончена? О чем ты говоришь? Ну, пошло заполнение. Там просто стояло количество рейсов 6. И счетчик до конца забился. Ну и ладно, короче. Хорошо. Главное, что он заполняется. В том, что он разгружаться будет, я не сомневаюсь. Так что бетон у нас пошел работать. Это хорошо. 23 рейса. Пускай катается. Мы его трогать не будем. Теоретически преград у него никаких по пути быть не должно. И я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. А мы же тогда возвращаемся на базу. Здесь у нас есть скания. С помощью нее нужно будет отвезти кирпичи. Увы, поддоны возить на курсплее нет возможности. Чтоб оно само загружалось, разгружалось. Поэтому придется все это сделать ручками. Ну, ничего страшного. Я птица не гордая. Могу и ручками покататься. Почему бы и нет? А вот и первая беда. На что он там зацепился за столб, да? Блин, так-то его постоянно пинать желания никакого нету. Кажется, придется маршрут переписывать. Или пинать будем. Хрен его знает. Блин, вот это косяк. Вот думал об этом даже. Вот когда выезжал, думал про этот столб. Ну, ладно, уже ничего не поделаешь. Пускай пока так ездят. Потом, может быть, я маршрут перепишу. Что-то впадло прямо сейчас. Вот вообще впадло. У нас на повестке дня кирпичи. Кирпичи у нас тут дохрена должно быть, да? Дохрена. Соответственно, выгружаем их сюда. Ну-ка, дай-ка триггер какой-нибудь. Всего по четыре можно делать, да? Или это потому, что я так неудобно стою? Видимо, всего по четыре. Мне маленькое число, конечно, неудобное крайне. Ну, ладно. Давайте как-нибудь здесь поставим мана нашего, чтобы они туда запрыгивали. Тихо-тихо-тихо, успокойся. Даже если по одному сейчас будем создавать, уже хорошо. Не, ничего не лезет. Очередной неудобный триггер. Вот как всегда. Давайте передвинем вот этого пацаненка. О, создается два. И да, и ман их не видит. Приходится вот так вот все закидывать. Точнее, не мана, а скания. Ну да, я же говорил про мою проблему. Обзывать грузовики ненастоящими именами. Это нормально. Так, сколько там? Там еще до хрена надо, да? Так, у нас тем самым уже другой ман приехал. Я еще зачем-то шлагбаум закрыл. Не знаю зачем. Ладно, подожди, друг. Сейчас мы отъедем. Не переживай. Сейчас я тут загружусь, и мы отъедем. Не паникуй. Видишь, тут это длительный процесс. Вроде все, да? Да, 20 штук повезли. Все это дело тоже на стройку. Приезжаем. Разумеется, разгружаем все это дело. И пошло это дело насыпаться. Давайте как-нибудь поровнее это все сделаем. Вообще надо вот так вот сначала сделать, потому что передний из-за того, что сканей мешает, он не видит триггер. Такс. Давайте посмотрим, что мы там привезли. 8% мать его за ногу. А, 6%. 8% это бетон, кирпич. Что-то я опять неправильно посчитал. Да, нам всего 6 раз нужно съездить, привезти сюда кирпич. Да, с математикой у меня не то. Иногда мне не стоит верить. Ну и ладно. Хорошо. Итак, друзья. 9 часов утра. Прошло примерно полтора часа, чуть меньше. И что у нас за это время изменилось? Соответственно, поле номер 31 убирается. И убрано уже, насколько я понимаю, больше половины. Или нет? Нифига. Убирается медленно. Правда, тут жадка угандонилась. Надо починить комбайн и жадку. Вообще, можно все починить. Сейчас пойдет побыстрее. Короче, это все дело убирается. Вот эти пацаны меня не трогают. Солома убирается еще медленнее, по понятным причинам. Лужайка уже покошена. Это я уже потом отгоню. Все это дело. Тюки проданы. У нас на балансе 180 тысяч. Можем, кстати, вернуть кредит, который брали на покупку всего дерьма, которое мы купили. И, кстати, по-моему, у нас денег нифига и не останется. Да, 16 тысяч осталось. Ну и ладно. С лужайкой, в общем-то, покончено. А вот эти пацаны меня расстраивают по самое я не могу. Я из-за чего не хотел Курсплейта обновлять? Из-за того, что силосник, точнее, трактор, который с ним работает, ни хрена не видит этот силосник. И не может определить, с какой стороны ему подъехать. Он не может определить, что они закончили одну полосу проходить, что там разворачиваться надо. Он просто тупо едет рядом. И, в принципе, то же самое происходит и сейчас. В итоге, каждый раз ему нужно менять сторону погрузки. Если мы залезем вот здесь вот в меню, сейчас здесь ничего нету. Но вообще здесь есть, типа, выбрать сторону погрузки. Если мы поставим левую сторону, то он, соответственно, будет ехать здесь по урожаю. Если мы поставим правую сторону, то когда он поедет в обратную сторону, он будет ехать по урожаю. Можно еще поставить автоматическую. Но тогда он не видит, что он закончил, и он сейчас встанет справа, а при развороте один хрен поедет по урожаю. И в принципе, мне-то пофиг, что он ездит по урожаю, но он не может потом развернуться. Они все время врезаются, застревают, в общем-то, надо постоянно их поправлять или же менять сторону. Короче, это раздражает. Благо, хмелянина собирали уже много, 155 кубов, ну и тут еще кубов 50, наверное, лежит. Ломанду силосников убирать, вот это проблема, надо будет попробовать прицепить непосредственно к комбайну прицеп какой-нибудь. Просто у него там обычный фаркоп, и, соответственно, прицеп нужен с каким-нибудь обычным креплением, то есть небольшой. То, что у нас сейчас прицепы есть, они все с валом передачи мощности, они все не подходят. Надо попробовать спануть что-нибудь вот в этом духе, с обычным фаркопом. Опять-таки, на зеленой долине вот эта вся фигня не работала. А сейчас надо ставить ему вправо, чтобы он потом нормально развернулся. Потом они поедут обратно, надо перехватить и поставить влево. Да, это вот так вот работает, все через жопу. Меня это раздражает. Ну ладно, не будем о грустном. У нас же еще стройка идет, точнее мы пытаемся завести сюда материалы. Соответственно, при вас я отвез одну партию кирпича. Еще 5 рейсов нужно сделать ману с бетоном. Он знает, что ему нужно их сделать 5 всего лишь. И, соответственно, он их сделает. Я переписал курсплейчик, он сейчас не задевает там ничего, и все у него хорошо. Он сейчас на базе стоит, грузится. Соответственно, кирпич я сюда тоже весь привез и складировал его здесь. Загружать его буду при вас. Это еще с прошлой фермы так повелось. И брус, кстати, я тоже привез сюда. Вот он аккуратненько стоит. И еще вот одна машина с брусом здесь тоже стоит. Я взял в аренду прицеп, который идет с картой. Он адекватнее возит брус. Собственно, с помощью этого прицепа мы сейчас все, наверное, сюда и покидаем. Единственное, только надо отцепить все вот это дерьмо. Во-первых, высыпать на землю. Что мне еще нравится, вот молодцы ребята, по моей просьбе сделали возможность движения триггера. Куда выгружать? По крайней мере, может это не из-за меня, конечно, но я им об этом говорил и долго уговаривал. Что, мол, надо. Соответственно, вот это вот дерьмо мы выгружаем вот сюда. Отгоняем это все дело сейчас назад, чтобы он здесь не мешал нам. И отцепляем. Потому что это будет потом мешать. И, соответственно, сейчас по-быстрому все вот это вот, весь вот этот брус разгружаем здесь. О, он даже его видит. Какой молодец. Или он только последний? Да, понятно. Это будет определенный геморрой с этим. Если вот так сделать. Короче, все не слава богу. Очень зря, между прочим. Непонятно, что он видит, что он не видит, где он разгружает, где нет. Сейчас, ман, подожди. Да, не самое прикольное, конечно, развлечение. Ладно, давайте пропустим мана, потому что мы здесь, видимо, надолго застряли с этой разгрузкой. Как-то с бетонными блоками все было проще на Кегеле. Не, ну я же не буду это руками все таскать. Ну, е-мое. Я такое чувствую, что придется. То есть триггер как бы нормальный, рабочий. Все с ним хорошо. Все прекрасно выгружается. А с грузовика не хочет. Я очень сильно сомневаюсь, что дело именно в скании. Они просто брус еще тоже так себе, скажем так, культура. Боже мой, почему культура? Ну, да, это здесь идет как культура. Если брать скрипты игры, не суть важна. Ну, блин, это будет геморройно, на самом деле. Еще в два ряда шани. Да, придумал я себе очередной геморрой. Я же люблю геморрой. Вот так вот это все дело загружается. Плохо то, что это в два этажа здесь. Это самая большая проблема. И он ее не видит, а? Раздолбай. Видимо, надо начинать со среднего. Средние разгружаются. Короче, вот таким вот образом. Непонятным. Да. Ну и ладно. Придется нажимать кнопочку все время. И эти падлы уже застряли, а? Вот о чем я вам говорил. Видите, он не может повернуть направо. Ладно, с этими пацанами вроде разобрались. Какое-то время они нас трогать не будут. Правда, это очень непродолжительное время будет. Как говорится, всего лишь одну проходку. Правда, и там, слава богу, уже немного-то и осталось. Нам нужно продолжать выгружать этот гребаный брус. И он меня уже, честно говоря, немножко достал. Как немножко? Он меня уже достал. Я его еще неудобно сложил. А здесь еще неудобно подъезжать. Все, короче, не слава богу. Так, давайте второй этот самый. Выгружаем. Выгружаем еще раз средний. Да, вот так вот по одному нужно сейчас. Ничего страшного. Хотя бы средний выгружается. Это уже хорошо. И вот так вот мы еще пододвинем их сзади. И все нормально будет. Вот, тем самым я слышу, уже ман подъехал. Еще он тоже выгрузится. И у него тоже все будет хорошо. Мы еще загружаем бруса немного. Подождем, пока ман разгрузится. Не будем ему мешать. Так, разгрузился. Все норм. Давайте дальше продолжаем. Мучения наши. И аллилуйя, я разобрался с этим гребаным брусом. Сейчас, теоретически, должно уже пойти повеселее. Ставим загрузку поддонов. И вроде как сейчас эти поддоны должны будут падать туда намного лучше, чем брус. А, они еще и сзади начинают. Как интересно-то. Видимо, это сделано для того, чтобы можно было опять-таки... А, сейчас они не назад падают. Что-то странное происходит. Ну, вы же видели, они сначала сзади начали появляться. А сейчас они не сзади начали появляться. Не, ХЗ, как это работает? Или они появляются туда, где ближе? Что-то новенькое, если честно. Ну и ладно. Короче, сейчас продолжаем то же самое делать. Не, сейчас они появляются сзади, спереди. Блин, ХЗ, как это работает, если честно. Ну и ладно. Ничего страшного. Сейчас мы их здесь быстро выгрузим. Курсплей, расскажи мне, где ты здесь застрял? Обо что ты, мать твою, зацепился? Серьезно? Ты застрял здесь? Ублюдок, как же ты меня бесишь, а? Ехал, ехал, не давал выгрузиться. Не видел то, что я здесь стою. О, я появился спереди, и он отстрял. Охрененно. До этого был застрявший. Ну твою мать, дай мне вылезти. Какой он ублюдский этот курсплей, а? Слушайте, я давно таких не видел курсплеев-то. Ну бесит, прям вот реально бесит. Хочется просто... Вот опять он застрял. Надо мне впереди появиться и мешать начать, да? Я не знаю, как это работает, друзья. Вообще просто ума не приложу. Мы это сейчас ручками все достанем, уже последнее. Вот надо было им сейчас здесь вот встретиться. Он же не может подождать, он же тупой. Эй, стой, куда поехал? У тебя же там бетона еще 20 кубов. Куда ты их домой повез? Стоять, ублюдок, ты забыл разгрузиться. Так, сканью отгоняем. И мана тоже обратно. Вот не может по-нормальному. С каждой новой версией курсплей все тупеет и тупеет. Я обратно откачусь нахрен. 273 работала намного лучше с этим говном совсем. Да, иногда зависает. Но это и то, я думаю, из-за тюков. Почему-то я так думаю. Итак, что мы имеем? Еще два раза надо скататься нашему ману. Привезти сюда бетон. Все остальное мы привезли. Брус, кирпич. Почему 2000, точнее 239999? Я тоже не понимаю. Где-то литр потерялся. Хрен его знает. Арендные вот эти прицепы мы сдаем нахрен. Не хочу больше с ними дело иметь на самом деле. Вот эти пацаны, аллилуйя, закончили свою сраную работу. Они меня тоже бесили сегодня всю серию. Отправляем на разгрузку. Здесь прервать маршрут. Я уже потом с этим всем говном буду разбираться. Честно говоря, что-то я подустал даже. Час опять появились большие поля. Опять большие объемы. Всего нужно везде возить. И походу я опять вспомню, что такое одну серию 5 часов записывать. Ну и что ж, друзья. Вот у нас ман подъезжает разгружать последнюю партию бетона. Сейчас он его разгрузит. Пошел, родименький. Замечательно. Вот ты хотя бы, падла, работаешь более-менее нормально. Все. Готово. Он там больше загружаться им не будет. Соответственно, мы все привезли. Не знаю, почему с брусом такая вот фигня. Надеюсь, все будет работать и без этого. Соответственно, начинаем стройку завода. 40 тысяч литров в час. Это примерно на сутки работы. И вот какого хрена ты сейчас здесь забуксовал? Вот последний раз. Все ж нормально было. Ты ж работал, ублюдок. Что с тобой не так? Что вообще не так в этой жизни? Не знаю. Короче, друзья, стройка пошла. В следующей серии мы уже увидим, что у нас здесь получилось. Плюс, кстати, для пивзавода нужна бандарня. Поэтому в следующий раз мы с вами приобретем эту самую бандарню. Продадим лаванду. Приобретем бандарню. Запустим ее. Надо будет немножко леса попилить. У нас, кстати, есть посаженный лес, который мы не весь выпилили еще. Я тут два раза ездил, пилил один раз между сезонами. Трохи попилил, чтобы забить все. Пинки надо эти покорчевать будет. В общем-то, приедем сюда, попилим леса. Запустим бандарню. Вот эта штука опять заработала, потому что она забита была до отказа. Мы отсюда бруса вывезли. В общем-то, это дело тоже пошло работать. Тут у нас тоже все, в принципе, хорошо. Тридцать первое поле у нас продолжает убираться. В общем-то, пускай продолжает. Я же, друзья, на этом с вами прощаюсь. Не будьте сосисками, влепите лойс. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Там впереди у нас дары Кавказа. Уже в субботу выходят, так что все будет чики-пуки. Всем, в общем-то, огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.